Добрый день, меня зовут Надежда Миланова. Сегодня короткое видео о посеве черемши. Два месяца назад, в середине февраля, отправила семена черемши на стратификацию. Для этого взяла два ватных диска, смочила водой, разложила на один диск семена, вторым прикрыла. Время от времени семена доставала из холодильника, проветривала, чтобы они не заплесневели. На эти влажные диски капнула немного водки, примерно половина чайной ложки. Вот, посмотрите на семена, как новенькие. Черемшу в домашних условиях не всегда удается вырастить, потому что семена должны быть свежими. И лучше, если они пройдут естественную стратификацию, то есть стратификацию в природных условиях. О полезных свойствах черемши рассказала в прошлом фильме, ссылку оставлю в конце этого видео. А сейчас давайте сажать. Так как черемша – это разновидность лука, то и сажать черемшу буду как лук. Кстати, немного семян черемши положила сухими на стратификацию в морозильную камеру. Их тоже сегодня посажу. Интересно будет сравнить результат в дальнейшем. Итак, два контейнера. Подписала семена из морозильной камеры и из холодильника. Грунт обычный, покупной, с нейтральной реакцией. Для рыхлости добавляю немного вермикулита. О вермикулите тоже есть фильм, ссылку оставлю в конце этого видео. В грунте делаю неглубокие бороздки в полсантиметра. Раскладываю семена. Бороздки снова прикрываю землей и все опрыскиваю. Далее контейнеры прикрываю крышкой. Буду сидеть дома и ждать всходов. И это все, о чем я сегодня хотела вам рассказать. Я с вами прощаюсь до следующего раза. Буду держать вас в курсе. Берегите себя. Оставайтесь дома. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова